Знаете ли вы, что такое меренги и чем они отличаются от безе? А вот учащиеся хорошо известного в Сергиевом Посаде Центра изучения иностранных языков Сократ знают ответ. В последний день масленицы они посетили мастер-класс по приготовлению французского пирожного. Общение происходило на английском языке. Мы добавляем сахар в сахарную кузу, сахарную кузу, сахарную кузу, сахарную кузу, сахарную кузу. Погружение в языковую среду, пожалуй, одна из главных особенностей школы изучения иностранных языков Сократ, руководство и преподавательский состав которой открыты всему новому. Проведение различных мастер-классов – одно из направлений в изучении иностранных языков. И часто у вас проходят такие живые уроки? Раз в три недели, то есть в месяц два раза. Но это связано не только с кулинарией, но и мастер-класс по флористике, либо в библиотеке мы проводим с каким-нибудь автором книг и так далее. Мы стали проводить мастер-классы. Мы сейчас будем водить детей на спектакли на английском языке. У нас с нашим партнером в Москве студия, с настоящими актерами. Весь спектакль будет на английском языке. Первый у нас выезд будет в апреле месяце. Анонс мы будем говорить в Инстаграме и в наших соцсетях. Достаточно очень интересно, опять же, в виде диалога опять с детьми. Дети будут участвовать в этом спектакле, в том числе как зрители, смотреть за происходящим, за актерами. Все это будет на английском. Большой выбор программ в центре «Сократ» и их интенсивность и методики обучения позволяют создать для каждого ученика наиболее удобный ему формат получения знаний. Все это помогает в изучении иностранных языков. Когда такой урок проходит, ты запоминаешь много слов после этого? Ну, по-разному. Если легкая тема, то да, а если сложная, то не очень. Как у тебя в школе дела с английским? Нормально. Терки получаешь? Да, по всем предметам. Пять по английскому за тесты, за контрольные. Мне кажется, что так интереснее проводить уроки английского языка. Уроки проходят быстро, а потом еще едим всякие бизешки, тортики. На занятиях в центре «Сократ» можно выучить не только английский, но и испанский, итальянский и китайский языки. Елена Георгиева, Татьяна Сташенко, Алексей Петров. День города.